Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о расчете процентов в Excel. Подробно объясним, как, что считать, да и в каких случаях, и как проверять. Первое, что мы должны понимать, что проценты считаются в Excel от единицы. Единицы это 100%, да, соответственно, 5% это 0,05 от единицы. Итак, нам необходимо посчитать ставку плюс надбавку. Мы знаем, что надбавка у нас 5%. Для того, чтобы в Excel найти 5% от суммы, нам необходимо ставку умножить на 5%. Да, и, соответственно, прибавить саму ставку, у нас будет ставка плюс надбавка. Формат мы ставим общий. Получается 5% от 7500, это у нас 275. Растягиваем формулу вниз и видим, что в зависимости от величины процентов, процент увеличивается или уменьшается. Получается 7,875, это 105% от ставки. Получается, если брать то, что ставка это 100%, соответственно, ставка плюс надбавка это 105%. Далее нам необходимо умножить на коэффициент. Коэффициент у нас единица, двойка, полтора и двойка. Да, также есть тройка. Если мы перейдем коэффициент в числовой формат, мы сразу поймем, что проценты, да, это 100% премии. Если, допустим, где-то был отрицательный коэффициент, допустим, это ученик или стажер, тогда ему было бы 75%. И, соответственно, по тому же принципу мы берем ставка плюс надбавка и умножаем на коэффициент. Соответственно, где он стоил, он вообще не меняется. Да, где 75, он уменьшается. Где более, он увеличивается. То есть, видим, да, здесь у нас 10,725. И, соответственно, минус 25% это 8043. Отлично. В следующем примере мы с вами разберемся, как считать наценку. Наценка обычно считают двумя способами. Формулой, да, или же через специальную ставку. Давайте посчитаем наценку. Для этого нам необходима себестоимость умножить на процент наценки и наценку, соответственно, зафиксировать. Растянем значение вниз и получим пример наценки. Далее нам необходимо посчитать, сколько будет стоимость. Соответственно, наценка плюс стоимость у нас будет равняться 280. Если мы хотим сделать это в одно действие, тогда нам необходимо написать следующую формулу. Мы знаем, что единица это у нас 100%. Соответственно, чтобы добавить 30% к наценке, нам необходимо сделать 130%. Для этого мы пишем в ячейке 1,3, что равняется 130%. Выбираем себестоимость. Копируем ее. Вставляем стоимость. Далее копируем значения 1 и 3. Выбираем специальную ставку или можно горячими клавишами Ctrl-Alt-V. И далее нам необходимо выполнить операцию умножить. Соответственно, если мы произведем округление до сотых, да, у нас получатся те же самые значения, что и в предыдущем примере. Здесь необходимо еще формат передать. Видим результат. Отлично. Найти сумму. Для этого мы просто выделяем столбец и получаем результат. Далее мы посчитаем 20% от NDS. Для того, чтобы найти 20% от числа, соответственно, нам необходимо умножить на 0,2. Получается 2099 умножить на 0,2 и получится результат. В таком случае, что будет неудобно, допустим, если у нас наценка была 0,18, я здесь сделал, да, потом, когда она у нас поменялась и стала 0,20, необходимо было бы в каждой формуле прописать, да, значение NDS поменять. Чтобы такого не делать, нам необходимо создать именованный диапазон формулы, создать имя, называем его, допустим, NDS. И, соответственно, здесь даем значение 0,2. Теперь за место 0,18 используем через F3 имя, NDS, нажимаем ввод и протягиваем значение вправо. Все отлично отработало, теперь давайте представим, что у нас NDS поменялся, и нам его необходимо сделать на 20 вернуть. На, допустим, 22. Ввели значение в имя, нажали ввод, значение имя не поменялось. Соответственно, числа пересчитались. Да, очень удобно. Ctrl F3, допустим, 0,5. Сейчас будет прям значительное увеличение. Закрываем, да, видим результат. Отлично. Для того, чтобы найти сумму от суммы с NDS, нам необходимо, соответственно, прибавить NDS плюс сумму, и уже от этого числа найти значение NDS. То есть мы видим результат 2,519,0,8. Далее нам необходимо написать формулу. C21, это сумма с NDS, разделить на 120 и умножить на 0,2. Соответственно, если значение NDS поменяется, нам нужно поставить 1,18, 0,18, да, и так далее. Растягиваем эту формулу вправо, и, как мы видим, значение полностью идентичное с верхним. То есть, если нам необходимо посчитать сумму NDS от суммы с NDS, тогда нужно использовать эту формулу. Отлично, идем далее. Соответственно, для нахождения скидки принцип тот же самый. Мы пишем ячейку C3, умножаем на 5%, растягиваем и получаем результат. Соответственно, чтобы найти стоимость, нам необходимо с C3 вычесть D3 и получим результат. Далее, если мы хотим найти стоимость через специальную вставку, нам необходимо значение 0,95, да, соответственно, что соответствует скидке 5%, умножить на весь столбец. Копируем значение, выделяем столбец и через специальную вставку делаем домножение. Выбираем умножить, окей. Копируем формат столбца слева. И передаем ему столбцу справа. Как мы видим, результат идентичный. Отлично. Теперь ставшая постоянный лайк рубрика. Вам необходимо поставить лайк под это видео, написать комментарий с одним из этих ключевых слов. Как посчитать проценты в Excel. Проценты в Excel на английском написаны и, соответственно, проценты в Excel написаны на русском. Далее мы считаем процент от суммы. То есть, в основных материалах для транспортировки, да, какой. То есть, мы берем значение стоимости и делим его на сумму. Нажимаем F4 и растягиваем формулу вниз. Ставим формат ячейки процентный. Это можно через Ctrl-1 сделать. И получаем результат. Видим то, что максимальная позиция у нас была доска. То есть, для того, чтобы найти процент от суммы, нам необходимо взять значение, из которой состоит эта сумма, да, и разделить ее на большее. То есть, мы меньшее делим на большее, ставим формат процентов и получаем результат. Соответственно, для того, чтобы найти процент от брака, принцип тот же самый. Мы берем меньшее число, делим его на большее и получаем результат. Опять Ctrl-1, процентный, окей. Видим. Сколько процентов составляет меньшее число от большего? Отлично. Далее мы рассмотрим пример с использованием, с контролем исполнителя. То есть, у нас есть показатели, да, для рекламы, которые рассчитываются в процентах. Допустим, конверсия в клик, это клики на показы. Соответственно, из обращений в клики, соответственно, такая. И из продаж в обращение получается такой результат. Теперь давайте более подробно объясню, что это такое. То есть, смотрите, у нас есть первая, да, так называемая конверсия в клик 1.36. То есть, сколько пользователей увидели объявление, да, и, соответственно, 12 тысяч увидели, 175 перешло. Это составляет 1.36%. Далее, из 175 перешедших на наш сайт, 8 сделали заявку или обращение. Соответственно, конверсия составляет 4.57. Из 8 обращений, да, так называемая конверсия менеджера, у нас было 5 закрытых сделок. Отлично. Далее нам необходимо найти средние значения по столбцу и получить результат. После чего мы имеем средние показатели в день. Окей. Нам необходимо взять вложенный бюджет и разделить его на, который мы получили, минус расходы. Окей. У нас получится 75% возврата инвестиций. Да, где-то больше, где-то и меньше. И, соответственно, средний показатель будет 85.12. В принципе, что очень неплохо. Так, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки под это видео. И, соответственно, пишем комментарии, как посчитать проценты в Excel, проценты в Excel и проценты в Excel на русском. До следующей следы. Хорошего вам дня. До свидания. Продолжение следует.